ОМТВЮА. Про Головне. В целом мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. У многих возникает вопрос, а вот не стоило ли, может быть, начинать специальную военную операцию тогда, в 2014 году? Ведь, наверное, многое было бы легче. Ведь тогда там очень многие люди нас ждали, да и Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием. Но это могут решить только военные. Теперь нам говорят, что у нас в стране предательство, если я правильно понимаю. Потому что когда на полном серьезе говорят, что оказывается политически есть предательство, мне в это поверить сложно. Потому что если предательство было, мы бы не начали операцию. Наша была святая обязанность защитить кармчан. Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но, как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирным средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. Я видел действия наших вооруженных, не наших вооруженных, прошу прощения, Донецкая и Луганская народная республика с нашими руководствами. Там наши советники были в 2014-2015 году, когда действовали на окружение. Знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действиям в рамках так называемой крымской весны. Кто выступил против ударов по мостам? Запретить, вывести босты из-под удара, можно было только решением Верховного Главнокомандра. То есть вы сейчас обвиняете Путина в том, что он приказал не носить ударов? У вас есть точные знания этого? Нет, точных знаний нету, потому что я не сидел на этих совещаниях. Но я делаю выводы из общей логики. Нет, общей логики как раз все на иное. Что было бы в 2014 году, очень трудно сказать. Ну и наконец, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск. В течение года наши вооруженные силы решают задачу выдавливания противника из Донецко-Луганской республики путем лобового штурма укрепрайона. Вы хотите сказать, что Верховный Главнокомандующий предлагает лобовые штурмы? А кто? У противника значительное превосходство в средствах разведки, в том числе, в первую очередь, разведки космической. Подача сигнала, соответствующего из космоса, по целям, которые выявлены будут у нас на фронте и в ТУ. Вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены, но, тем не менее, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к ОНКОРам, к волонтерам. Они просят не только обмундирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос, кому верить, отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя, только мне можно. И своим чередом там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Своим чередом у него идет спецабастация. Все стабильно, никаких вопросов и проблем у них нет. Ну что же, вооруженные силы Украины помогут продлить эту стабильность. Стабильность увеличения потерь на фронте армии оккупантов и в целом деградации Российской Федерации. Не удивительно, что армия РФ, да и в целом общество России переживает моральную деградацию, если так называемые духовные лидеры, а проще попы Гундяевской церкви, сравнивают толерантных людей со свиньями, которые жрут любые помои, которые в корыто положат. И мы не можем быть толерантными, с такого толеранта, что такое толерантность? Медицинский термин, который это о том говорит, что организм не борется с бактериями. Надо же ведь так жить-то, конечно. У нас проявили в некоторых уродов, понимаете, в чем дело, ничтожных существ, которые Богу противны. Свинья абсолютно толерантна, да. Она жрет любые помои, которые в корыто положат, правда. Где-то мы это уже слышали. Любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил, пипл будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимися, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. И помой, и что угодно. И положено, прям с удовольствием ест. Много. Становится толстой свиньей. Для этого, собственно, и растят. На забой. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «Украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Что бы нам это ни стоило, мы победим. Победим. Обязательно победим. Ну не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе вооруженных сил Украины. То взять Киева, коллапс или развала киевского режима, когда луны. Когда в ближайшие годы этого не будет. И вообще, возможно, никогда не будет. Если все посыпется. Мы говорим, мы сейчас Маринку не можем взять. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсонии, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать все для того, чтобы возражать экономику, восстанавливать инфраструктуру. Кто не с нами, кто под... тот, тот под нами. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. И самое ужасное то, что эта скверная репутация, получается, что заслужена. Получается, что она заслужена. Мы действительно там в той или иной степени, в большее и меньшее, но виноваты в том, что мы позволили России оказаться во власти человека, который напал сейчас на Украину и который угрожает миру ядерной войной. Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе, в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Россия, если угодно, это что-то как церковь, это как религия. Шахтные комплексы будут модернизировать, а четыре французские АПЛ уже готовятся к проведению пусков учебных. То есть Эммануэль делает вид, что готов идти в Абанк.